Всем доброе утро, до времени суток, кто где подключается, кто на фейсбуке, кто на инстаграме, кто уже подключился на нашем колхозном зуме. Если вы в полном недоумении от того, куда вы попали, что вы здесь делаете, так я вам скажу, вы попали на ежедневный урок по законам благословений, которые мы начали с вами сначала карантину по этой замечательной книжке Шухан Руха Кацар. Второй ее том полностью посвящен законам благословения, мы на самом деле подходим к концу. И карантин, я не знаю, закончился или нет, как я говорил, политикой я не занимаюсь, но Тора продолжается. Даже в новом 1791 году, и у нас сегодня уже второй урок в этом новом витке истории от мироздания. И мы с вами занимаемся законами, на самом деле центральными законами всего этого трактата, если так можно сказать, законами благословения после еды, точнее как таковое благословение еды мы с вами уже объяснили. Мы объяснили о том, как нужно мыть ручки, как нужно вытирать их, как нужно говорить благословение, как нарезать хлебушек, что делать с крошками, как себя вести, правила этикета еврейского поведения во время еды, как мыть руки после еды, и уже даже объяснили о том, как читать Беркат Амазон, и как делать всякие дополнительные вставки, которые, надеюсь, вы все практиковали в прошедшем празднике Рошана. И на прошлом уроке вчера мы с вами начали новую главу, глава, которая называется Аллахот Берката Зимун, законы благословения Зимуна. Зимун – это приглашение. Мы с вами проходили проституру, что я показывал наглядно в этой замечательной книжке на все сезоны, что в Беркат Амазон в начале есть вот целая такая вот табличка на 89-й странице, где в прямом смысле слова выбирают самого почетного из присутствующих, и он приглашает всех остальных благословить. Это делается именно для того, чтобы подчеркнуть, что мы проводим трапезу вместе, что мы любим проводить время друг с другом, и это дополнительное благословение. Если как минимум собираются три таких трапезничающих вместе, причем неважно, они собирались кушать вместе, они кушают одну и ту же иду, или кто-то вдруг случайно оказался друг с другими еще двумя евреями в самолете рядом и кушает каждый свой, будто кошерный бутерброд, или вы сидите где-то в корпоративной столовой, и там вы сели, каждый есть свою собственную еду, оказались три еврея вместе, приглашаем благословить вместе. И последнее, что мы с вами объяснили на прошлом уроке, это в том случае, что если у вас есть уже трое, которые кушают вместе, то один, тот, который, меньшинство, если он даже хочет продолжать кушать, он должен сделать перерыв, ответить Зимун другим, которые уже поели, и говорят, Беккат Амазон, ответить на Зимун, подождать, пока ведущий Зимуна скажет, закончит первое благословение, ответить омейн, а потом спокойно дальше может продолжать кушать, не считается окончание трапезы, если изначально человек хотел продолжать кушать. Также мы с вами говорили о том, что, да, если у вас есть больше, чем три человека, четыре или пять, то никто не имеет права отделяться от коллектива, мы говорим, что это митсва говорит Зимун, это обязанность, это не право, а обязанность, когда три человека и больше кушают вместе, говорят Зимун, поэтому кто-то не имеет права сказать самостоятельно Беккат Амазону, скажет, у вас это так, три есть, до свидания, я ушел, он обязан или она обязательно будет затянуться к Зимуну о том, как мужчина и женщина мы с вами поговорим в дальнейшем, как и что это работает. Соответственно, если у вас есть шесть человек, то вы можете разделиться на две группы и сказать два Зимуна, точно даже семь, девять можете разделиться на три группы, но десять вы не имеете права уже делиться, потому что, когда у вас дети человек кушают вместе, то тогда говорится специальный Зимун, где добавляется имя Всевышнего меньше десяти, меньше Миньяна, это не говорится. Соответственно, если у вас больше десяти человек кушает, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, остаемся все равно в десяти, но если у вас двадцать, вы можете разделиться на две группы по десять, если у вас тринадцать разделиться на десять и на три, нельзя, потому что очень важно именно сказать, чем больше и две вместе кушают, тем лучше, по причинам духовным, физическим, социальным, материальным мы уже это объясняли, но просто тогда три, которые отделятся от этих десяти, не смогут сказать Зимун с упоминанием имени Всевышнего. Теперь продолжим дальше по тексту. Тот принцип, по которому делится большинство и меньшинство в Зимуне, как это один против двух и два против одного, они работают точно так же и когда десять человек собираются кушать вместе. Итак, давайте читать и переводить. Если десять человек кушали вместе и шесть уже закончили трапезу и собираются говорить Зимун, четыре остальных должны сделать вот этот вот тайм-аут, этот перерыв на Зимун, на благословение, первое благословение, когда скажут его ведущие молитвы, и после этого могут спокойно продолжать трапезу. То есть тот же самый принцип, когда есть три, идут за большинством. Если меньшинство необходимо для того, чтобы сказать Зимун, а в данном случае мы говорим Зимун в десятером с упоминанием имени Всевышнего, мы говорим барук Элакейну, Шахалну Мишлу, упоминаем имя Элаким, то четыре идут за коллективом и не отрываются от него, чтобы коллектив не дал оторваться, и должны сделать этот коротенький перерыв на то, чтобы ответить Зимун до конца первого благословения. Должны подождать, пока тот, который ведет Зимун, тот ведущий, тот, который всех приглашает, не скажет окончание первого благословения словами Баруха Та-Ашем, Азан Та-Ашем, Благословенный Всевышний, насыщающий всех. А самое интересное, что если после того, как они ответили Зимун, первым шести, которые уже решили закончить, и у них собрался этот Миньян, их осталось четыре человека, которые не закончили, после того, как они закончат рапезон и продолжат, они могут сказать заново Зимун на троих, они могут присоединиться к другим шести и сказать Зимун на десятерых. То есть твоя обязанность говорить Зимун и участие в Зимуне, она работает все то время, что Зимун ты не сказал, то есть ты не сказал Зимун, а Беркат Амазон ты не сказал сам. Итак, давайте подведем итог. Десять человек кушают вместе, говорят Зимун, понятно. Из этих десяти шесть решили, что они уже наелись и хотят сказать Беркат Амазон. Их большинство, четыре, которые остались, они хотят еще продолжать трапезу, еще выпить пивка, покушать компот или холодец, они обязаны сделать перерыв, ответить Зимун, послушать первое благословение от ведущего молитвы, ответить Амэн, затем продолжать трапезу. И они точно так же имеют право говорить сейчас сколько угодно, могут сказать потом в четвером между собой Зимун только на троих, а если придут еще шесть человек и присоединиться, или больше к трапезе, у них опять будет десять, они опять же могут присоединиться, все то время, что они не закончили трапезу. И точно так же, если есть пять на пять, то есть, когда пять, они не обязаны прекращать, потому что они не большинство. Но есть понятие хороших манер, если пять человек в десяти решили закончить трапезу и сказать Беркат Амазон, и им нужен для этого Зимун, а не обязан сказать Зимун, как мы сказали, то пять остальных могут спокойно сделать перерыв и присоединиться к ним. Но потом эти пять остальных могут продолжать отвечать на Зимун и говорить свой собственный, ну, сколько угодно, пока не закончили трапезу, сказали Беркат Амазон. А если они присоединились к другим пяти, которые с ними начали кушать и продолжили трапезу уже с дефтером, точно так же могут присоединиться к Зимуну с упоминанием имени Всевышнего. Два человека, которые кушали вместе. И тут пришел третий и решил с ними сесть за стол вместе покушать, то есть они видят друг друга, теперь эти двое хотят с Беркатом высказать Беркат Амазон, но с ними есть уже третий. Соответственно, у них, по идее, есть обязанность сказать Зимун. Но, как мы сказали, что обязанность сказать Зимун распространяется только тогда, когда ели вместе хотя бы один кизай. Поэтому, говорит Шелханару, если те, которые уже наелись и готовы говорить Беркат Амазон, они могут физически съесть еще чуть-чуть, хотя бы даже какой-то десерт, даже выпить компот с тем третьим, который присоединился поздно, он присоединяется к ним на Зиму. Афилу имбеко лохлуклум мяашибалям кумам. Несмотря на то, что на самом деле, как таковую трапезу, они ничего не ели с того момента, что он пришел вместе, пришел к ним. То есть они даже не обязательно должны это съесть. Просто из-за того, что они еще могут есть, это уже достаточно, чтобы третий присоединился. Итак, о какой ситуации идет речь? Два человека кушали вместе, они закончили трапезу. Тут пришел третий перекусить вместе с ними, они говорят, мы уже не можем, мы уже наелись. Если они физически не могут больше есть, то они должны сказать Беркат Амазон без Зимуна. Но если даже физически они могут съесть, если сейчас принесут, пусть даже десерт, мороженое принесут, они с удовольствием его съедят, если они просто, даже если они ничего не ели, а просто физически могут с третьим еще покушать, они уже его могут присоединить к своему Зимуну. Он присоединяется, и говорят Зимуна на троих. Но если эти двое, которые уже наелись, и пришел третий, они уже закончили трапезу, а как мы с вами объясняли до этого несколько глав назад, о том, точнее, 4 главы назад, 5 глав назад, о том, что значит прекратить трапезу, это или помыть руки, или взять бокал в руку, или помыть руки после еды, или даже просто принести эту мойку для мытья рук после еды, или сказать публично, все, я больше не буду кушать, это считается уже окончанием трапезы, и тогда даже этот третий, в общем, даже очень хороший человек, пришел с ними, сел за стол, чтобы перекусить, не может присоединиться к ним на Зимун, и они должны говорить Баликат Амазон по отдельности без Зимуна. Продолжим дальше. Два человека, которые сели кушать вместе, обязаны приложить усилия для того, чтобы найти третьего, который с ним сообразит, ними сообразит на троих, и они, да, смогут сказать Зимун. То есть еще раз подчеркивается, что вся идея социальности в потреблении пищи в иудаизме категорически важна, и социум – это когда есть как минимум три человека, и поэтому два человека, которые кушали вместе, очень важно, что найдут третьего. Теперь давайте сразу скажем о таком интересном моменте. Вы сидите в ресторане, хотя мы с вами давно уже не ходим в рестораны, хотя вроде бы с 30-го числа даже индор-дайнинг открывают в Нью-Йорке, но я вам честно скажу, мы с женой очень давно уже не ходили в рестораны, но, предположим, вы сидите в кошерном ресторане, так, за столом вы сидите, муж с женой, жена с мужем, соответственно, у вас один человек или одна. Мы будем дальше говорить, не хочу подавать подробности, мужчина или женщина, потому что об этом будем говорить дальше, кто как говорит в зиму, но в ресторане сидят еще евреи, которые благополучно употребляют пищу. Вы их видите, если вы их видите, то сидите в одном помещении, то теоретически вы устраиваете трапезу вместе. По идее, правильно сказать, что вы должны попросить всех других людей, которые сидят рядом, хотя бы набрать трех человек, чтобы сказать зиму. То есть в ресторане, по идее, в кошерном ресторане функция официанта должна быть в том, чтобы он объединял, или она объединяли людей для того, чтобы говорить зиму. Но мы будем говорить с вами детали о том, что это зависит от того, за каким столом сидите, насколько вы видите, как мы сказали, сколько вы съели вместе. Но теоретически, если у нас обязанность, если мы кушаем с хлебом, устраиваем трапезу, говорим «Беркат Амазон», и мы можем сказать зимун, у нас обязанность приложить усилия для того, чтобы этот зимун сказать. Продолжим дальше. Если два человека кушали трапезу, съев один кизайт хлеба, то есть уже обязаны сказать благословение после еды, съели вместе, то третий может присоединиться к ним, что он съест что угодно. То есть он не хочет, но мы говорим «О, давай с нами скажем зиму». Он говорит «Я не хочу мыть руки, вытирать их, идти, говорить благословение такое, благословение такое, «Беркат Амазон», он уже в носу не поковыряешься, пока покушаешь. Он говорит «Да нет, ничего, нормально, возьми, скушай с нами компотик, и все будет у вас хорошо». То есть третий человек может присоединиться к двум, которые устраивали трапезу на хлеб, просто с помощью того, что он съест что-нибудь, одну апельсинку, что угодно он может съесть, считается, что он уже разделит с ними трапезу и может присоединиться к зиму. Афилу при ойерах, виштя, рвиит, мекон, машке, даже если съесть фруктик или овощ, или просто выпьет рвиит, помните, что такое рвиит, это 56, по-моему, миллилитров из какого-то дринга, который стоит на столе, афилу маем, даже просто воды, выпьет ойер, мекон, это значит, что он обязан сказать благословение после еды и должен, может и должен присоединиться к гунтропенчу. Итак, о чем идет речь? Важно, в этом всех деталях важно выучить один очень важный закон, что если два человека устраивают трапезу на хлеб и обязаны сказать в Беркат Амазон о минимуме что нужно сказать съесть хлеба, чтобы сказать в Беркат Амазон это один кизайт, то третий может не присоединиться съев что угодно, даже просто выпив водички столько, сколько бы он уже должен был выполнить заповедь благословения после еды, он уже может отвечать зиму. Почему? Потому что по большинству мнений все благословения после еды являются заповедью истории. Есть одно, некоторые мудрецы с этим не согласны, считают, что только благословение после еды, как таковой Беркат Амазон после трапезы с хлебом является выполнением заповедей истории. Но так как у того человека, который съел даже вишенку, огурец, выпил компот или схватил кусок холодца, он уже покушал и он должен сказать благословение после еды, вкуса не Беркат Амазон, но к двум, которые уже ели, большинство этого зимуна, он может присоединиться на зимун, то есть третий не обязательно должен устанавливать трапезу на хлеб. И то же самое правило, только в другой пропорции, работает по отношению к десяти. Напоминаю, что когда десять человек кушают вместе, мы говорим специальный зимун с упоминанием имени Всевышнего, и поэтому если семь, большинство, подавляющее большинство, это не шести, недостаточно в данном случае, они, тут есть определенная арифметическая логика, в которой сейчас скажу, если семь кушали эту трапезу именно с хлебом, установили трапезу с хлебом, то есть съели кизай хлеба вместе и должны сказать Беркат Амазон, и есть еще трое, которые просто поковырялись в холодце и с хлебом не ели, то они могут, но они съели достаточно, чтобы сказать любое другое благословение после еды, они могут присоединиться на зимун в десять человек с упоминанием имени Всевышнего. Самое важное правило это то, что те, которые присоединяются, у них есть обязанность говорить благословение после еды. Логика достаточно простая, почему, когда мы говорили до того, что шесть, которые хотят закончить трапезу, четыре других должны сделать перерыв и ответить на зимун, здесь семь должны кушать вместе, а три просто попробовать холодец и могут присоединиться к зимуну, потому что это умножение на три, как в тройке один может добавиться больше, чем три зимуна, это уже зимун в десяти, потому что это девять, а больше это уже десять, это уже с именем Всевышнего, соответственно, этих дополнительных должен быть как минимум три, поэтому семь, те, которые кушали с хлебом, и три дополнительных, которые кушали хоть что-нибудь, чтобы сказать, любое другое благословение после еды могут присоединиться к зимуну в миньяне, да, кирова хлупа, как и большинство, кушали хлеб, а валь арба эйна митстракунь шшал и пеших льет роба ника, но если четверо не ели с хлебом, а шесть с хлебом, эти четыре не могут присоединиться, потому что это должно быть значительное большинство, не преимущество просто на один, а в данном случае на два, но на один не может быть в четном числе преимущество, в данном случае преимущество аж на четыре. Продолжим дальше. Шнам шея хлуке хад, а мы вообще шлишили с трэп и мэм, два, которые кушали вместе и просят третьего к ним присоединиться. Измине утхилал лэхоль прад, спад, вы им лоерцем азминима лавгам им йохан ойште тварима хоримс. Должны его, по идее, пригласить кушать с хлебом. Если третий отказывается, то тогда говорит на тебе, пусть съешь что-нибудь другое, короче, на тебе мороженое или холодец. Что имеется в виду? Как мы сказали, что если два кушали с хлебом и у них нет еще обязанности сказать Зимун, это митсва, обязанность искать третьего, который присоединится. И тут проходит третий Вася Пупкин, еврей по маме, который знает о том, что нужно оскорить Биркат Амазон, и поэтому он не хочет мыть руки и говорить длинно Биркат Амазон. Когда мы ищем третьего на Зимун, мы должны этого Васю пригласить с нами покушать хлеб. Но он может отказаться. То ли у него безглютеновая диета, то он понимает, что это занимает время, пока там помоешь руки, скажет Биркат Амазон, а он торопится. Поэтому мы можем обязанность сначала ему предложить присоединиться к нам на трапезу с хлебом. Если он скажет спокойно, я не хочу, у меня нет на это времени, скажи, на тебе мороженое. Даже если он слушает мороженое и выпьет пивка, он может к нам присоединиться на Зимун. Но изначально мы должны ему предложить, конечно же, поесть с хлебом, потому что изначально Зимун говорится три человека, минимум, которые ели хлеб вместе. Продолжим еще немножко по тексту. Шло шаши ахлу яха, три, которые кушали вместе, а кто-то кушал нееврейский хлеб. Сейчас объясню, что такое, мы не будем долго, то есть сейчас нам уделять много времени, завтра поговорим об этом более подробнее, но кто-то из них кушал нееврейский хлеб. А остальные двое, они предостерегаются того, чтобы не кушать нееврейский хлеб или наоборот кулам все объединяются вместе. Что такое нееврейский хлеб? И вообще откуда это взялось? Сейчас давайте два слова я об этом объясню, и поэтому мы вряд ли закончим этот отрывок, но по крайней мере объясню этот термин. Дело в том, что есть закон шелканорухи о том, что нужно кушать только еврейский хлеб. У этого есть много как бы причины объяснений, не все этому придерживаются, но давайте в двух словах о чем имеется в виду. Еврейский хлеб это хлеб, где как минимум печь, в которой печется хлеб, зажигает евреи, соблюдающие субботу, и если там есть достаточное количество теста, отделяется от него еще хала. Это только в том случае, если хлеб производится непроизводственно. Если это производственное произведение хлеба, где есть просто линия производства, то там халу отделять не нужно, потому что не считается, что количество, достаточное количество теста одновременно собирается в одном месте, оно все время проходит дальше. И теперь изначально традиция, почему кушать нужно еврейский хлеб, это для того, чтобы не было ассимиляции просто по этой причине, потому что хлеб это то, на чем мы устанавливаем трапезу, на чем вокруг чего устраивается общение, это как мы видим в иудаизме, это то, когда мы преследуем цель, чтобы кушать именно социальным образом в компании, а не в одиночку запихиваться, и поэтому была традиция не кушать не еврейский хлеб, хлеб, который выпекает не еврейский пекарь, причем этот хлеб с точки зрения ингредиентов может быть абсолютно кошерным. Теперь, давайте посмотрим, не вдаваться в детали, перейдем в практике, как это происходит сегодня. Сегодня 90% хлеба, которого продается в магазинах, я сейчас говорю, конечно же, в Соединенных Штатах Америки, это является абсолютно кошерный хлеб. Что может быть не кошерного хлеба? Не кошерного хлеба могут быть различные вкусовые добавки, а главное, это то, что было не кошерного хлеба, по крайней мере, в Советском Союзе, когда ваш покорный слуга еще в 90-91 году соблюдал кошрут, формы, в которых выпекали хлеб, смазывали животным жиром, он просто был дешевый, что делал этот хлеб совершенно не кошерным. Как вы понимаете, животный жир на Одесском третьем хлебобулочном заводе был категорически не кошерный, не делался из кошерных животных. Поэтому, когда вы находитесь за пределами стран развитого иудаизма, нужно к этому относиться очень осторожно, нужно внимательно следить за тем, чтобы хлеб действительно был кошерный. Теперь, кошерность хлеба определяется не тем, что он еврейский, а просто, что в нем не используется ни кошерных ингредиентов. Если вы попадаете в место, где нету кошерных магазинов, очень категорически рекомендую спросить у местного раввина, а сегодня практически везде есть от, я не знаю, от Хабаровска до Крыжополя есть раввины, включая там Копенгаген, Малага и так далее, в любом странах мира, спросить, какой хлеб является кошерным. Что имеется в виду? Хлеб, который производится даже без того, что там был значок кошерных, я сейчас говорю за пределами Америки или Израиля, Англии, Франции, где есть развитой иудаизм, то часто это хлеб, который неформенный и неформенный хлеб зачастую является просто кошерным. Для того, чтобы он был еще под Исраэль, еврейским хлебом, для этого кошерный, соблюдающий шаббат еврей, должен включать печь, в котором он выпекается, если мы говорим о массовом производстве или просто вы покупаете у еврейского булочника, который, у него пекаря, который сам выпекает хлеб. В Америке, как в Европе, большинство хлеба, которое продается, которое он может пить в супермаркетах, даже там в Трейдер Джо или Холл Худс, они идут со знаком кошера. Знак кошера, это не значит, что это еврейский хлеб, это значит, что это просто кошерный хлеб, в его производстве не использовались никакие некошерные ингредиенты. То, что называется пат Исраэль, и это считается кроме того, что это предостерегает нас от ассимиляции на физическом уровне, кроме того, считается, что тот, кто ест нееврейский хлеб, у него начинается сомнение веры, проблемы с благопоязненностями, а отделение халы приводит к тому, чтобы не было смешанных браков в еврейском народе, в народе тоже предостерегает от ассимиляции, то честь ему не хвала. Но нееврейский хлеб, на котором стоит знак кошера, в котором нету некошерных ингредиентов, считается абсолютно кошерным. Таким образом, только, как мы говорили, только на кошерную еду можно говорить благословение, точно так же и зимун, а в данном случае мы говорим зимун после еды с хлебом, нееврейский хлеб не является некошерным, и все вместе могут спокойно говорить зимун, тот, кто ест еврейский хлеб или нееврейский хлеб. Ни один раввин вам не может запретить кушать нееврейский хлеб, если он является кошерным. Это просто рекомендация для людей богобоязненных, заботящихся о том, чтобы не ассимилироваться и сохранять еврейскую самоиндентификацию, а не придумывать новую с помощью выпечки хлеба. Это люди, которые, как ваш похоронный слуга, можно сказать, выполняют этот закон, это Аллаха, это не устражение, но это не делает вас несоблюдающим кошер, если вы кушаете нееврейский хлеб. Чтобы купить еврейский хлеб, они продаются во всех еврейских супермаркетах, абсолютно такой же самый хлеб. Или просто смотрите, там, где есть значок кошера, будет написано «Пас Исраэль» или «Пас Исраэль» или «Пат Исраэль». Это распространяется не только на сам по себе хлеб, это распространяется на мизану тоже, на другую выпечку тоже, но просто еще один момент богобоязненности. Но если вы сидите с людьми, которые не кушают нееврейский хлеб, не кушают еврейский хлеб, а кушают обычный кошерный хлеб, вы спокойно, дружно, вместе, радостно можете говорить «Зимон», если вас таких три человека. На этом мы сегодня остановимся. Всем спасибо, кто был на Инстаграме. Как тут закончить? Не знаю. А вот так можно закончить. Всем спасибо, кто был на Инстаграме. Если у вас есть вопросы, присылайте их в личку. Если вы были на Фейсбуке, то можете ставить комментарий к этому видео или поделиться с ним, или спрашивать, или отвечать, или что вы хотите, то и делайте. С этим видео ваше решение. И те, кто был на... Субтитры сделал DimaTorzok